Елизавете Боярской пришлось много трудиться, прежде чем ее начали воспринимать как самостоятельную актрису. О ней уже давно не говорят исключительно как о дочери Михаила Боярского. Она стала актрисой вопреки его желанию и без его протекции, и добилась немалых успехов. Но теперь Боярская все чаще отказывается от съемок и появляется на экранах очень редко. С журналистами она общается неохотно, ее называют одной из самых закрытых актрис. О чем молчит Елизавета Боярская, с чем связана затишье в ее карьере и какие факты о ней вряд ли известны широкой публике. Родилась Елизавета 20 декабря 1985 года в Ленинграде. Ее родители в представлениях не нуждаются. Это народные артисты России Лариса Лупиан и Михаил Боярский. Когда родилась Лиза, в семье уже был ребенок, пятилетний сын Сергей. В школе Лиза училась посредственно, к сцене никакого интереса не проявляла. Михаил Боярский называл свою дочь совершенно бесталанным ребенком. В школе у нее было восемь репетиторов по всем предметам. Потом она выучила три языка, занялась пластикой, научилась играть на фортепиано и флейте. Если на кого-то и возлагали надежды в качестве продолжателя актерской династии, то на старшего брата Лизы Сергея. Впервые на съемочной площадке он оказался в четыре года. А в 12 лет сыграл Карла Второго в детстве в фильме «Мушкетеры» 20 лет спустя. Впрочем, на этом его актерская карьера и завершилась. Окончив школу, Сергей решил пойти другим путем. Он получил музыкальное образование, основал свою группу и какое-то время занимался музыкой. Параллельно молодой человек окончил экономический факультет университета, занялся предпринимательской деятельностью и стал солодельцем сети торговых центров. Позже его увлекла политика, и с 2016 года Сергея Боярского знают как депутата Госдумы. А вот Лиза в выпускном классе решила поступать на факультет журналистики и начала заниматься на подготовительных курсах. Отец этот выбор одобрял и поддерживал. Каково же было его удивление, когда дочь внезапно изменила свое решение. «Я уже сходил в университет и договорился с репетиторами. Планировали отдавать ее на журналистику. Потом я уехал на гастроли, вернулся, а она уже в театральном. Я сказал, что пальцем не пошевелю, чтобы помочь ей», – рассказывал Михаил Боярский. И свое слово актер сдержал. Он никогда не оказывал дочери никакой протекции в профессии. К тому же их взгляды на искусство не совпадают, и о кино они стараются вообще не говорить. Если взглянуть на фильмографию Лизы, можно отметить, что главные роли достаются ей вполне регулярно. Вот только ни одна из них не превратила актрису в звезду первого эшелона. Может, не зря знаменитый папа рассуждал, что предназначение Лизы вовсе не в актерстве. Лиза Боярская – человек спокойный, неконфликтный, уравновешенный и способный идти на компромисс. А еще она убежденный оптимист. Что бы ни случалось, Лиза всегда излучает позитив. Актриса говорит, что научилась этому у своей матери – жить и радоваться каждому мгновению, идти вперед, невзирая на препятствия. А спокойствие и скромность в ней – от отца. Елизавета не раз говорила о том, что за кадром Михаил Боярский очень стеснительный, ранимый, добрый и безотказный. Объектом мужского внимания Елизавета впервые себя почувствовала только в студенческие годы. В школьном возрасте она считала себя непривлекательной и заурядной. Все знакомые молодые люди видели в ней исключительно друга, а отношения строили с другими девушками. Во время учебы в Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства у Боярской появились первые поклонники. Ей приписывали романы с актерами Данилой Козловским и Сергеем Чунишвили, но сама она не комментировала этих слухов. С актером Максимом Матвеевым они впервые встретились в 2006 году на кинопробах. «Когда я в первый раз увидела Максима, я настолько растерялась. Я имени своего сказать не смогла. Влюбилась, словно в бездну какую-то упала», – признается актриса. Хотя чувства возникли сразу же, она не предприняла никаких действий. Боярская считает, что всегда выбирала мужчин сама. При этом для нее было важным, чтобы инициатива исходила от партнера. Как выяснилось позже, Матвеев тоже испытывал к ней симпатию, но тогда она еще ни во что не переросла. Лиза и Максим встретились снова только через три года и вновь на кинопробах. «Извините меня, я не узнал вас. Да и наше знакомство было так коротко, что вы, верно, не помните меня». «О, нет, я бы узнала вас. Потому что мы с вашей матушкой, кажется, всю дорогу говорили только о вас». На этот раз они оба были утверждены на роли и впервые вместе появились на съемочной площадке фильма «Не скажу». Поначалу они очень друг друга стеснялись, ведь оказалось, что взаимная симпатия никуда не пропала. Чем больше они общались во время репетиции, тем больше друг друга узнавали и сильнее становился интерес. К концу съемок Лиза признала себе в том, что не представляет дальнейшей жизни без этого человека. Но первого шага так и не сделала, ведь Матвеев на тот момент был женат. За год до этого он вступил в брак с актрисой Яной Сексти. После съемок они разъехались по своим городам. Максим в Москву, Лиза в Петербург. Они продолжали общаться, но их роман случился только после того, как актер развелся с женой. В 2010 году Матвеев и Боярская поженились. В ЗАГС они пришли в джинсах и футболках, а свадебное торжество в нарядах с друзьями и родственниками устроили позже. Практически сразу после этого они снова разъехались по разным городам. Матвеев выступал в МХТ имени Чехова, Боярская была артисткой малого драматического театра в Санкт-Петербурге. Кинокарьеры супругов развивались очень стремительно. Оба очень много снимались, а потому даже если бы жили в одном городе, все равно им приходилось бы часто расставаться. Однако это не стало для них проблемой. После каждого спектакля, после съемок, как только появлялось свободное время, они спешили провести его вдвоем. В их семье нет творческой ревности. Очень важным было то, что они оба вместе начинали с нуля, вместе добивались успехов, и их творческие пути развивались параллельно. Они не раз вдвоем появлялись на съемочной площадке и радовались каждой такой возможности, ведь играть вместе им было очень комфортно. В 2012 году у них родился сын Андрей. В 2018 году еще один сын Григорий. Из-за того, что их брак был гостевым и супруги долгие годы жили на два города, их не раз разводили в прессе. И они не уставали отрицать эти слухи. Елизавета никогда не претендует на главенствующую роль в семье и право принимать ответственные решения оставлять за мужем. У нее не было и нет амбиций по поводу творческой самореализации. Актриса не стремится добиться в профессии большего, чем ее супруг. Знакомые говорят, что у Лизы очень сильный характер и что Боярская – лидер по натуре. Но самые близкие люди знают ее совсем с другой стороны. Муж говорит, что в его жене до сих пор живет внутренний ребенок – беззащитный, жизнерадостный, трогательный и иногда беспомощный. В кругу семьи она может себе позволить не скрывать собственных слабостей и в трудные моменты обращаться за помощью. В это сложно поверить, но за 13 лет семейной жизни Максим Матвеев и Лиза Боярская ни разу не поссорились. И оба не раз говорили об этом в интервью. Актриса считает, что в этом помогает их обоюдная склонность к самоанализу и проговариванию проблем. За годы, проведенные вместе, они научились обсуждать все сложности, какие возникают в их отношениях. Они договорились никогда не повышать голос друг на друга, и пока у них получается соблюдать эту договоренность. Спустя много лет брака жизнь на два города наконец прекратилась. Матвеев и Боярская обзавелись квартирой в центре Санкт-Петербурга и уже туда переехали. Сегодня актриса меньше снимается, но отказываться от работы по-прежнему не собирается. Она говорит, если на одной чаше весов хорошая, интересная, но не особенная работа, а на другой свободное время с детьми, я выбираю время с детьми. Хотя, конечно, если появится что-то по-настоящему яркое, новое для меня, я не упущу эту возможность и договорюсь с семьей.